Добрый вечер, уважаемые друзья. Напоминаю еще раз, мы ведем наш репортаж с финала первенства страны до 21 года из города Ижевск, Республика Удмуртия. Последние встречи сегодняшнего дня. Сегодня боролись четыре весовые категории. Финал веса до 73 килограмм. В финале работают Бекамбетов, представитель Равиль Бекамбетов, представитель Челябинской школы дзюдо. Ассистирует ему Вячеслав Тутик, известный в прошлом спортсмен, мастер спорта международного класса. Борис Синие дзюдо, Гекадзоев Муса представляет Республику Ингушетия, Северокавказский федеральный округ. На татаме арбитр олимпийской категории Марина Бондарь из Сыктывкара. Ей помогают Евгения Рахлина и Галина Шульга. Ну что, вот начало. Быстро прошла минута в атаке. Очень мощно прошли ребята по турнирной сетке. 50, извините, 49 участников в этой весовой категории. Все прошли отбор из анальных соревнований, окружных соревнований через округа, турниры и горнила отбора среди спортивных обществ. Ну, что хотелось бы сказать. Ребята показали достойную борьбу. Конечно, вот по ходу встречи хотелось бы отметить, Кадзоева проигрывал оценку Лазария Юка победителю прошлогоднего первенца страны Саяну Андару из Сибири. И сумел проявить характер, волю к победе. Бросил, бросил он. Нет, прошу прощения, он проигрывал. Дваши довел Саян. И, да, потом Кадзоев провел оценку Лазарии. Немножко неправильно выбрал захват Саян. Андар Саян, подсказывал Константин Бутинин, старший тренер Красноярского края. Ну, не услышал его Саян. Андар Саян и пропустил Лазария от Кадзоева. Мгновенно тут же отыграл оценку Юка великолепным броском через спину с колен. Но этого не хватило. И в оконцовке встречи Кадзоев бросил на Япон. Ну что, сейчас равенство на табло. По нулям идет. Экватор встречи пересечен. Ну что, пытается атаковать. Равиль. Пока не получается. Ну, Шида получает за пассив. Бекметов получает Шида. Финал, последний финал сегодняшнего дня. Конечно, сегодня вам хотелось сказать, уважаемые друзья, великолепно оформлен зал Ледового дворца. Ишсталь. Очень здесь радушно нас встречает. Местная федерация. Все административные ресурсы задействованы Республике Удмуртия. Впервые здесь проходит такой форум спортивный. Хотелось бы сказать, что здесь проходит турнир отборочный на финал страны. В памяти Михаила Тимофеевича Калашникова. Были здесь организованы экскурсии в его музей. Очень много получили полезной информации, кто посетил эту экскурсию. А так, все здесь обеспечено проживанием, питанием. Четко очень работает команда во главе с Ильей Владимировичем Штайном, исполнительным директором Федерации Дюдо и руководителем этой федерации, вдохновителем всех организаций, Александром Сергеевичем Первухиным, президентом Федерации Дюдо. Идет попытка удушающего приема от Бекметова, но ни к чему не приводит. Самую маленькую оценку проигрывает Бекметов. Вот несколько за пассивность наказан. И вот это неприятный горчичник, он висит, а время все меньше. Ну, надо наращивать Бекметову, если он хочет добиться. Вот сейчас неправильный захват, но сразу с атакой берет Кадзой, контратаку пытается провести Кадзой после атаки с задней подножкой Бекметова. Пока нет, а время убегает. Убегает время у Бекметова, призывает Тутик активно, Вячеслав Тутик тренер, спортсмена активно атаковать. Но нету пока, вяжет-вяжет Кадзой, грамотно вяжет захвата у Бекметова. Прям загружает его в правосторонний стойк. И вот еще атаку, такую затяжную заднюю подножку, ну, ничего не может предложить Бекметов. Ну, ничего не может. Вязкий очень спортсмен Кадзой. Все, победа в Ингушетии. Уходит еще одна золотая медаль. Ну что, поздравляем Федерацию дзюдо Ингушской Республики. Поздравляем Кадзоева с заслуженным успехом. Хорошо он прошел. Просетки. Ну, к сожалению, Бекметову, Равилю нечего было предложить в этой встрече. А мы заканчиваем наш репортаж. Я еще раз напомню, уважаемые друзья, с вами был заслуженный тренер России Дмитрий Новиков. Желаю всем здоровья, дальнейших успехов. Смотрите нас завтра, третий день. Четыре весовой категории. Юниоры 81-90. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова